Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вновь приветствовать вас на нашем видеоуроке Путь к Java OCA – эффективное пособие для начинающих. Сегодняшний наш урок будет уже 15-м. Давайте кратко повторим пройденный материал прошлого урока. На прошлом уроке мы поговорили о том, для чего нам нужны циклы, мы рассмотрели их виды и подробно рассмотрели Regular For Loop. То есть обычный For. Мы отметили, что цикл For используется тогда, когда нам заранее известно количество итерейшенов, количество повторений. Мы также рассмотрели, повторили ключевое слово Break, которое до этого использовали в Switch Statement. И рассмотрели новое для нас ключевое слово Continue. Break в лупе позволял нам покинуть цикл Continue, сразу перейти на новое повторение, новый итерейшен нашего лупа. Мы поговорили о том, что возможно программирование нескольких внутренних лупов. То есть луп внутри лупа, это называется встроенные лупы, nested лупы. Мы поговорили о том, что в nested лупах всегда есть какой-то outer луп, есть какой-то inner луп и возможно какие-то middle лупы. То есть с серединчатой лупы, если у нас встроенных лупов больше двух. Мы также поговорили с вами об Unreachable Statement. Эти выражения, до которых наш код никогда не доберется. Java не позволяет нам писать такие выражения. Сегодня мы тоже опять будем рассматривать их. Но на прошлом уроке мы отметили, что Unreachable Statement в if-и является исключением. Домашнее задание, которое вы должны были подготовить к сегодняшнему уроку, было следующим. Создать класс. В классе создать статичный метод, который будет выводить на экран время в формате час, минута, секунда. В интервале от нуля до шести часов. Я вам подсказал на прошлом уроке, что здесь будут задействованы три nested лупа. Если час больше единиц и минута кратно десяти, то метод нужно закончить. Что означает метод нужно закончить? Означает, нужно вызывать break statement. Если же секунда умноженная на час больше минуты, то пора переходить на другую минуту. Здесь вы должны были использовать continue statement. Продемонстрируйте данный метод действий. Давайте посмотрим. Ответ мы найдем в программе homework lesson 14. Вот. Итак, вот я записал статический метод, который назвал время. И использую три лупа. Я назвал их, то есть использовал лейблы author, middle и inner. Что говорит мне задание. Значит, данный метод должен выводить на экран время в формате час, минута, секунда в интервале от нуля до шести часов. Это означает, что в форе, в самом внешнем, аутор форе, я пишу in час равен нулю, и час меньше шести. Час плюс плюс. Это с этим все ясно вроде бы. Далее. Если час больше единицы и минута кратно десяти, кратно означает деление на целое, на десять, то метод нужно закончить. Это уже здесь, видите, мы используем переменную минута. Поэтому данное условие будет записано в middle loop. Middle loop int минута равен нулю, минута меньше шестидесяти, минута плюс плюс. Здесь я пишу условие. If час больше единицы and минута процент десять равно равно ноль, то есть деление без остатка, тогда я заканчиваю метод. Заканчиваем метод в данном случае, равносильно тому, что я выхожу из outer loop. Далее. Если же секунда умножена на час больше минуты, то пора переходить на другую минуту именно. Смотрите, здесь мы уже используем секунда. Поэтому данное условие мы должны писать в самом inner loop. Если же секунда умноженная на час больше минуты, тогда мы переходим на другую минуту. Continue. Так, здесь, конечно, нужно писать место inner middle. Почему? Потому что мы переходим на новую минуту, то есть iteration сменяется в цикле middle, а не в inry, как я написал до этого. Continue middle. И в самом внутреннем лупе мы пишем вот такое-то выражение, которое будет выводить на экран час, минута и секунда. Используем здесь оператор конкатенации, чтобы придать нашему output красоту. Итак, далее в задании требовалось продемонстрировать это в методе main. Мы просто-напросто вызываем метод время. А метод время у нас статичный, поэтому я могу вызвать его, не создавая объект. И так как я вызываю его внутри класса, в котором этот метод время был объявлен, я могу даже перед ним не писать название класса. Shift-F6 и output вот такой должен был получиться. Заметьте, что когда минута была кратно 10 и час больше единицы, то что происходило? Наш метод прекращал свое действие. Поэтому вы здесь не найдете час больше единицы и минута кратно 10. Итак, давайте более подробно разберем данный метод тройной луп. Вот здесь, если видите, я написал комментарий, почему использовал все if-ы не в самом внутреннем цикле. Возможно, вы использовали именно так. То есть, вот этот if, if час больше единицы и минуты кратно 10, возможно, вы написали внутри inner loop до или после вот этого if. Почему я не стал так делать? Так, конечно, делать можно. И ответ был бы абсолютно одинаковым. То есть, output был абсолютно одинаковым. Но есть причина, по которой я использую этот if именно вот здесь. Какая причина? Если я пишу этот if в сам inner loop, то что получается? Получается то, что просто-напросто я буду делать очень много ненужных проверок. Например, у нас час единица и минута равна трем. В моем случае осуществляется вот эта проверка, которая внутри if-а. Мы получаем false. Следовательно, никакого break-outer не происходит. И затем мы залезаем в самый внутренний inner loop. И осуществляем эти действия все. Секунда равна нулю сначала, потом единицы, двойки, тройки и так далее. Если же мы писали бы этот if в inner loop, то каждый раз, когда секунда принимала бы новое значение, осуществлялась бы эта ненужная проверка. Проверялся бы час больше единицы и минута кратно 10. А зачем нам проверять это в inner loop? Если в inner loop ни час, ни минута не меняет свое значение. Поэтому во избежание лишних каких-то шагов, лишних действий, соответственно, во избежание того, чтобы наша программа работала намного дольше, я написал этот if, эту проверку в middle loop. Итак, вернемся к нашей презентации. Сегодня мы поговорим о двух других лупах. Это while loop и do while loop. Давайте я вам сначала расскажу, когда нужно использовать while loop, в отличие от for loop. Повторюсь в том высказывании, что for loop мы обычно используем тогда, когда нам заранее известно количество наших повторений. То есть, допустим, известно, что нам нужно вывести четные числа на экран от единицы до 10. Мы ставим границы от единицы и до 10. В while loop мы используем условия condition и количество повторений вот этого лупа мы заранее не знаем. Давайте посмотрим на синтаксис while loop. Вот. While. Потом идет какое-то условие. И затем открываются скобки фигурные. И в этих скобках мы пишем то, что мы хотим повторять n-ное количество раз. Statement 1, statement 2, statement n. Этот condition, естественно, должен отвечать на вопрос true или false. То есть, правда или ложь. Если это true, то все, что написано внутри фигурных скобок, будет обработано. После чего опять проверяется это условие. Если true, то опять обрабатывается все, что в скобках. Если это условие равно false, то ничего, что находится в фигурных скобках, обработано не будет. И наш луп заканчивает свою работу. С чем можно сравнить работу этого while loop? Например, без кода я вам скажу. Такой случай. Вы заходите в казино, и перед вами стоит условие. У вас есть деньги? Если у вас есть деньги, вы заходите в тело цикла и начинаете делать ставки, играть в казино. После какого-то первого кона у вас опять спрашивают. У вас есть деньги? Если есть деньги, вы опять продолжаете играть в казино. До тех пор, пока у вас деньги не заканчиваются. То есть, в тот момент на вопрос, есть ли у вас деньги, ответ будет false. И вы больше не можете продолжить игру в казино. На этом луп заканчивается. Давайте для начала я вам приведу все-таки пример, где мы будем просто-напросто выводить на экран числа от 1 до 10. Здесь, конечно, логичнее использовать loop for, но и с loop while, и с loop do while вы также можете провести данное действие. Создадим в source-package, значит, пакет lesson15. Lesson15 создадим класс test1. Итак, будем это все писать сразу в методе main. Я пишу while. Открываю скобки, пишу условие. Условие, что будет сказано, что наша переменная какая-то, допустим, у нас есть int i равен единице. Условие гласит, что i меньше или равно 10. Если i меньше или равно 10, то, пожалуйста, обрабатывай то, что находится в теле цикла while, а именно, вводи на экран i. После чего я увеличиваю i на 1. Вот так выглядит этот цикл. Запускаю. Shift-F6. Наша программа выводит числа от 1 до 10 на экран. Давайте более подробно рассмотрим, как работает этот while. Вне цикла while я создал переменную i и приравнял ее к единице. Далее проходит проверка. i, то есть единица меньше или равна 10? Да. Соответственно, мы заходим в тело цикла while. Мы выводим на экран единицу и увеличиваем i на 1. Теперь i равен 2. Проверка. 2 меньше или равно 10? Да. True. Выводим на экран двойку. Увеличиваем i на единицу и становится равно 3. И так далее. В какой-то момент i становится равен 9. 9 меньше или равен 10? Да. Вводим на экран 9. Увеличиваем i на 1. 10. 10 меньше или равен 10? Да. Вводим на экран 10. Увеличиваем i на 1. 11 меньше или равен 10? False. Все. Наш луп прекращает существование. Отмечу такой момент. Если после лупа я здесь захочу вывести на экран, чему же равно i, то увижу, что это i, переменная, уже равна 11. Shift F6. Вот это i, которую мы вывели на экран. Просмотрим еще один пример. Создадим класт. Test2. Метод main. Давайте приблизительно воспроизведем тот пример с казино. Допустим, есть у вас переменная int money, и у вас изначально 100 денежных единиц. Записываю луп. Пока. While это пока. Тень больше нуля. Я буду играть в казино. А что делать конкретно? Уже просто выдумываем. Допустим, выводите на экран предложение. Делайте ставку. Затем выводите на экран предложение. Вы проиграли. Потому что в казино обычно проигрывают. И, соответственно, я буду уменьшать переменную money, скажем, на 10. Money равен money минус 10. До тех пор, пока у меня money будет больше нуля, я буду видеть вот эти предложения. То есть, я буду играть в казино, делать ставки, проигрывать, и мои деньги будут уменьшаться. Запускаю. Shift F6. Вот. Энное количество раз я делал ставки, проигрывал, проигрывал. И в итоге у меня не осталось денег. Поэтому мне перестали говорить. Делайте ставку. А затем вы проиграли. Я думаю, ничего сложного в лупе while, в его функциональности, в логике работы нет. Он по написанию даже проще. Часто проще, чем for. Давайте рассмотрим еще один пример. Создадим класс test3. Test3. Давайте придумаем такую задачу. Допустим, у нас есть переменная boolean b. И она равняется true. Также имеется переменная int a, равная единице. Я хочу выводить на экран все числа от 1 до какого-то n числа с интервалом в единицу. То есть подряд 1, 2, 3 и так далее. До тех пор, пока я не наткнусь на число, которое нацело делится и на 3, и на 7. Допустим, вот такой пример. Как я запишу этот луп? Я пишу while. В скобках я пишу b. Что такое b? b это переменная boolean. Она либо true, либо false. Пока она true, я буду обрабатывать тело лупа. Что я буду делать в лупе? Я буду выводить на экран число a. Если это число a нацело будет делиться на 3 и нацело будет делиться на 7, тогда я могу изменить переменную b. И теперь пускай она принимает значение false. Да, нацело делится, конечно, здесь. 0 равно 0. Тогда b будет равняться false. И потом я увеличиваю число a на единицу. Еще раз объясняю. Пока b у меня true, я буду выводить на экран a и проверять. a делится нацело на 3 и a делится нацело на 7. Если делится, то b уже будет false. Я не хочу продолжать обработку этого лупа. Я хочу остановиться. Все. Мне больше ничего не нужно. И потом каждый раз я увеличиваю a на единицу. Давайте запустим и проверим. Shift F6. Смотрите. От единицы до 21 у меня эти числа вводились на экран. 21 – это первое число, начиная с единицы, которое нацело делится и на 3, и на 7. После чего b стало равно false, a увеличилось, да, a стало равно 22, и происходит следующий iteration лупа. Он проверяет while. Условие b true или false? False. Все. Значит, дальше мы в тело цикла не заходим. Да, в этом примере, конечно, вместо if, вот вместо b равно приравнивая false, я мог использовать обычный break, и тогда у меня тот же луп заканчивал бы свое существование. В данном случае я просто хотел показать вам, что внутри лупа мы можем влиять вот на этот condition. Что бы еще хотелось сказать вам насчет while лупа? Естественно, если у вас внутри while лупа, давайте создадим еще один класс test4, если у вас внутри while лупа будет использовано всего, давайте создадим переменную, сначала while int a равен 5, например, while a больше 3, что мы будем делать? Мы будем выводить на экран a, допустим. Если используется всего лишь один statement внутри тела while, мы можем использовать этот while без этих фигурных скобок, как и со всеми другими statement тоже, которые мы до этого рассматривали. Но если у вас уже не один, а два каких-либо statement, то второй statement, если вы не используете фигурные скобки, не будет относиться к телу while. Поэтому всегда желательно, даже если вы используете один statement в теле while, использовать фигурные скобки. Что бы еще хотелось отметить? Давайте рассмотрим вот такой пример. Пусть a у нас будет равным 5. Это уберу. напишем такое условие. плюс плюс a больше 10. Такие задачи будут попадаться на экзамене обязательно. a плюс плюс. И потом, после этого цикла, я хочу вывести на экран переменную a и посмотреть, чему она равна. Давайте проанализируем. a равен 5. Этот condition выполняется. Как выполняется? Если два плюса, помните, стоят перед a, значит сначала увеличивается a, потом производится какое-то действие. a стало 6 равно. Давайте я вот тут в комментариях буду писать 6. 6 больше 10. Нет, 6 не больше 10. Поэтому внутрь лупа здесь мы не заходим. И вводим на экран a. А a равно 6. shift f6. 6. Отлично. Если здесь мы изменим знак с больше на меньше, тогда будет следующее происходить. 6 меньше 10. Да. Заходим в тело лупа. Увеличиваем a на единицу. Стало 7. 7 увеличили на единицу. Стало 8. 8 меньше 10. Да. Заходим в тело лупа. Увеличили 8 на единицу. Стало 9. 9 увеличили на единицу. 10 меньше 10. Нет. Значит, в тело лупа не заходим. И вводим на экран 10. Отлично. Теперь рассмотрим следующий пример. Изменим плюс-плюс a на a плюс-плюс. Посмотрим, что будет происходить в этом случае. a равно 5. 5 меньше 10. Да. 5 меньше 10. Затем увеличиваем a на единицу. 6. Заходим в тело цикла. Увеличили a еще раз на единицу. 7. 7 меньше 10. Да. Меньше 10. После этого сравнения мы увеличиваем a на единицу. 8. Заходим в тело цикла. И увеличиваем a еще раз на единицу. 9. Опять проверяем condition. 9 меньше 10. Да. Значит, мы будем заходить в тело цикла. Но перед этим увеличиваем 9 на единицу. Заходим в тело цикла. И увеличиваем a на единицу. 11 меньше 10. Нет. 11 не меньше 10. Вводим на экран 12. Почему 12? Потому что даже после того, как 11 меньше 10 дало нам false, мы должны увеличить вот здесь a на единицу. Сначала мы сравниваем 11 и 10. Мне в зависимости от результата, это true или false, мы должны докончить это действие. И a становится 12. Естественно, в тело цикла из-за того, что здесь false мы не зайдем, но a становится равным 12. Вот такой вот тонкий момент, запомните. Еще что хотелось бы отметить. Давайте еще один пример создадим. Один класс создадим. Назовем его test5. Метод main. Int a равно 5. While a равно 10. Если с первого итерейшена while condition это false, то while loop не будет ни разу заходить в тело цикла shift f6, ничего не происходит. Минимальная реализация while loop выглядит следующим образом. Обязательно слово while, обязательно какой-то condition и точка запятая. Этого достаточно. Но эта минимальная реализация на самом деле ничего не дает нам. В независимости от того, здесь условие true или false, этот while не имеет тела. Вот это выводный экран, система от printl, к while никаким образом не относится. Это не его тело, потому что здесь стоит точка запятой. Вот сейчас здесь значение false, поэтому этот loop ничего с собой не представляет. Это false. И даже тела у этого лупа нет, чтобы не заходить в него. Мы увидим на экране слово привет. Но посмотрите, что происходит. Если мы здесь какое-то условие, которое true будет возвращать, поставим, допустим, а меньше 10, даже в независимости от того, что у него тела нет, что мы увидим? Shift f6. Смотрите, наша программа продолжает работать, продолжает и так далее. И она будет работать до тех пор, пока у нас ресурс компьютера хватит. Мы это слово на экране привет никогда не увидим, потому что это бесконечный loop получается, infinite loop. Да, у этого лупа нет тела, но каким-то образом он продолжает работать. Это минимальная реализация, вы ее использовать нигде не будете, просто вам она может пригодиться на экзамене. На самом деле, на самом деле, бесконечный loop как можно писать? Просто в тело, допустим, то же слово, уже не привет, а пока напишем, допустим. Мы бесконечно раз будем видеть вот это слово пока, потому что loop всегда будет возвращать true, вот этот loop condition, и он не меняется. Поэтому мы будем вот это видеть бесконечно количество раз, и никогда не увидим слово привет на экране. shift f6, пока, 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 и так далее. Я просто сам останавливаю эту программу. Итак, перейдем к нашей презентации. Теперь мы поговорим о loop do while. Do while loop практически ничем не отличается от while loop. Он переводится как делай, do, while, пока, что какой-то наш condition true. Синтаксис его выглядит следующим образом. Сначала вы пишете ключевое слово do, потом тело этого цикла, вы делаете что-то, энное количество раз, до тех пор, вы будете это делать, пока у вас выполняется вот это условие. Do что-то, делай что-то, пока выполняется этот condition. И обязательно, обязательно, точка запятой после этого condition. Обязательно. Это не забывайте. Давайте рассмотрим опять, начнем с примера вывода чисел от 1 до 10 на экран. И я вам расскажу, чем все-таки do while отличается от loop while. Создадим класс test6. Так, создаем класс test6. Метод main создаем, как всегда. Внутри метода main я пишу. Do. Что нам нужно делать? Нам нужно выводить на экран числа от 1 до 10. И давайте я сначала создам переменную int и равную единице. do system.out.println и до каких пор я буду выводить, пока и больше, то есть меньше или равен 10. Ну и я, естественно, в loop буду здесь увеличивать. do while, условие какое, и меньше или равен 10. И смотрите, compile time error. Почему? Потому что компилятор нам говорит, что он ожидает точку запятой здесь. Обязательно, не забудьте это. Точка запятая обязательно после while condition в do while loop. Смотрите, что происходит. Давайте я запрошу программу shift f6. Естественно, нам выводится на экран числа от 1 до 10. Давайте пошагово рассмотрим, как работает этот loop. do, выводится на экран единица, затем она увеличивается, затем проходит проверка. 2 меньше или равен 10? Да. Вводим на экран 2, увеличиваем до 3. 3 меньше или равен 10? Да. Вводим на экран 3, увеличиваем до 4 и так далее. В каком-то моменте, if sounds равен 9, 9 меньше или равен 10? Да. Выводим на экран 9, увеличиваем 9 на единицу, 10. 10 меньше или равен 10? Да. Вводим на экран 10, увеличиваем 10 на единицу, получаем 11. 11 меньше или равен 10? Нет. Все. Наш loop закончил свою работу. Чем отличается, вы, может быть, уже догадались, do while от while? Отличается тем, что в do while мы сначала делаем что-то. Мы, наше тело цикла срабатывает, обрабатывается, а потом происходит проверка. То есть, вне зависимости от того, возвратит этот while condition true или false, как минимум один раз вот этот наш код обработается. Как минимум один раз. В while мы рассматривали пример, когда while condition false и тело цикла не обрабатывалось. Здесь тело цикла обрабатывается как минимум один раз. Вот простой пример. Допустим, while и равен 10. Это, естественно, false. Но, несмотря на это, выведется на экран число 1 и увеличится на 1. Shift F6. Вот. С чем можно сравнить в повседневной, вообще, да, в таком примере, не относящемся к коду, вот этот do while цикл. Вот я придумал такой пример. Все, наверное, смотрели передачу «Кто хочет стать миллионером». Вы садились, если принимали участие в этой игре, за стол. И по-любому, по-любому вам предоставляли возможность ответить на первый вопрос. Если вы правильно отвечали на первый вопрос, то есть true, вы отвечали на второй вопрос и так далее и тому подобное. То есть, по-любому вам предоставляется возможность ответить на один вопрос. А потом уже обрабатывать условия. True или false. То есть, правильно вы ответили или неправильно. Давайте рассмотрим еще один пример. Уже знакомый пример для нас. У казино. Давайте представим себе вот такую ситуацию. Зададим метод main. Представим себе такую ситуацию, что у нас, опять-таки, есть деньги. Допустим, 100. Уже будем использовать цикл do. Do. Что нам нужно делать? Нам нужно выводить на экран. В приложении делайте ставку. Потом нам нужно выводить на экран предложение. Вы проиграли, как всегда. И уменьшаем деньги на 10. Отлично. Это все продолжается до каких пор. While. Какой condition ставим. Допустим, money больше 50. То есть, если меньше 50, уже мы слишком бедные становимся, чтобы играть в казино. Опять обязательно точку запятую ставим. Shift F6. И вот пять раз, да, это будет вводиться на экран. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Такой случай, если у нас денег нет. У нас ноль денег. Shift F6. Один раз вы видите на экран. Делаете ставку. И вы проиграли. То есть, этим примером я хочу показать вам, что не всегда уместно использовать loop.do.while. Почему? Потому что loop.do.while как минимум один раз заходит в тело цикла и вот эти стейтменты осуществляет. Поэтому в данном, например, примере цикл do.while использовать нелогично. Давайте посмотрим следующие примеры. Поговорим о минимальной реализации do.while в методе main. Все это будем делать, как всегда. Могу ли я написать вот такую вещь. Do без скобок. Система от println. Что-то вводит на экран. While, скажем, true. Точка с запятой. Могу. Давайте посмотрим. Shift F6. К чему это приводит? Это приводит к тому, что бесконечное количество раз будет выводиться вот это абракадабра на экран. Почему бесконечное количество раз? Потому что у нас infinite loop. Здесь true. Бесконечный loop. Этот true никогда не изменится, потому что я нигде не меняю. Это true на false. Но, опять-таки, всегда желательно использовать вот эти вот фигурные скобки. Хорошо. Можно внутри тела цикла do.while ничего не писать. Это тоже на этот компилятор не ругается. Обратите внимание на такую вещь. Допустим, я хочу написать два стейтмента между do и while. И не хочу использовать фигурные скобки. Если в while нам позволялось это делать, и второй стейтмент уже не имел отношения к циклу, то здесь из-за того, что do.while цикл состоит из двух ключевых моментов do и while condition. И между ними, если больше одного стейтмента, вы просто-напросто обязаны использовать фигурные скобки. Здесь говорится о том, что компилятор говорит, что while должен стоять. Но мы видим второй стейтмент. Если мы заключим это в фигурные скобки, проблема устраняется. Или же что мы можем еще сделать? Мы можем один стейтмент убрать, тогда проблема тоже устранится. Ага. Насчет unreachable стейтментов давайте поговорим. В то время как, используя loop-while, мы не могли писать while, допустим, 5 равно 10. Производи какие-то действия. Почему? Потому что это unreachable стейтмент получался у нас. Пиши на экран слово «Привет». Вот это вот unreachable стейтмент у нас получался. Потому что 5 никогда равным 10 стать не может. Поэтому компилятор запрещал нам это делать. В случае с do while, давайте посмотрим, как обстоят дела. Do. Вводи на экран «Привет». While. 5 равно 10. Точка запятой. Здесь компилятор ни на что не ругается. Почему? Потому что как минимум один раз в любом случае этот стейтмент выполнится. И, следовательно, он не считается unreachable. Еще давайте рассмотрим еще раз infinite loop, как образуется. Допустим, если здесь мы напишем 10 равно 10. Это будет у нас infinite loop. И бесконечное количество раз мы будем видеть на экране вот это. То же самое мы можем проделать с while loop. System.out.println. Привет. Это тоже будет бесконечное количество раз выполняться. Иногда бывают такие тесты на экзамене. Допустим, после while loop. Еще какие-то действия проводятся. Допустим, вводится на экран слово «Пока». И в тесте спрашивается… В тесте даются какие-то разные варианты, что произойдет. И один из ответов правильных будет то, что на экран никогда не выведется слово «Пока». Почему? Потому что бесконечное количество раз выводится слово «Привет». Конечно же, nested loop'ы можно использовать не только в for loop'е, но и в лупах while и do while. Можно комбинировать эти лупы. То есть, допустим, outer loop будет while, inner loop будет do while и так далее. Давайте рассмотрим парочку примеров. Эти примеры будут на выведение на экран минут и часов. Тест 9 класс. Как на прошлом уроке мы вводили на экран час-минута с помощью nested for loop'ов. Сегодня мы будем вводить на экран то же самое, только с помощью do while, while loop'ов. С помощью for тоже будем вводить. Ага. Давайте это все для простоты будем записывать в методе main. Я хочу, чтобы у меня outer loop, допустим, был while, а inner loop был while. Значит, outer do while, inner while. Я пишу do, естественно, до этого я объявляю переменную, переменная int, час, равен 0, do. Что я буду делать? Внутри do я сразу же записываю loop while. while, while, перед тем, как использовать переменную минута в лупе while, я должен ее объявить. While, значит, int, минута, тоже пускай равняется 0. Я буду делать, что? Давайте я сразу лейбл и поставлю, чтобы удобнее было нам. Это будет outer, это будет inner. Вот так. Я буду выводить на экран час плюс с помощью конкатенации я ставлю двоеточие плюс минута. После вывода я увеличиваю минуту на единицу. Do я буду, что делать? В do после работы inner цикла я буду увеличивать час на единицу. Час, плюс, плюс, до каких пор? While, час, меньше 24, точка с запятой. Все. Наши nested loop готовы. Давайте запустим, посмотрим, что получается. Shift F6. Показывает нам наш output время. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2 и так далее. 0, 59. Потом наступает час. 1, 59. Наступает 2 часа. Итак, до 23, 59. Рассмотрим этот loop более подробно. Outer loop у меня do while. Я буду производить какие-либо действия до тех пор, пока час у меня меньше 24. Переменную час я объявил вне лупа do. Вот, час равен нулю. То есть, тело лупа do while я буду обрабатывать до тех пор, пока час меньше 24. Вот здесь внутри do, внутри тела do while цикл, я в конце кода увеличиваю час на один. Затем я объявил в цикле do while переменную минуту равен нулю и написал вот этот inner-цикл while. Пока минута меньше 60, вводи на экран час двоеточие минута и увеличиваю минуту на единицу. Логика абсолютно такая же, как мы использовали в nested for loop. Условия. Здесь минута меньше 60, здесь час меньше 64. Увеличиваем минуту на единицу, увеличиваем час на единицу. Инициализацию проводим вне самих лупов. То есть, час вне outer-лупа, минута вне inner-лупа. Здесь ничего сложного нет. Как работают эти nested лупы? Минута равна нулю. Затем начинается работа inner-цикла. 0 меньше 60? Да. Выводи на экран 0,0. Увеличиваю минуту на 1. 1 меньше 60? Да. Выводи на экран 0,1. Увеличили минуту до 2. 2 меньше 60? Да. Выводи на экран 0,2. До тех пор, пока минута не становится равна 60. Когда минута становится равна 60, это условие получается false. Цикл inner заканчивается. Далее мы оказываемся в цикле outer. Увеличиваем час на единицу. Час становится равен 1. И проверяем. Единица меньше 24? Да. Тогда все заново это делает do. Минута приравнивается 0. 0 меньше 60? Да. Вводим на экран 1,0. Потом 1,1 и так далее. До тех пор, пока час не станет равным 24. И это условие будет false. Тогда outer цикл заканчивается. Давайте теперь то же самое, то же самое. Запишем в классе test10, используя уже другие nested loop. Я хочу, чтобы у меня, допустим, outer loop был for, а inner loop был while. Я напишу for, int, час, равен нулю, час меньше 24, час плюс, плюс. Здесь я объявляю переменная минута, int, минута, равен нулю, while, минута меньше 60. Что я буду делать? Что я буду делать? Буду выводить на экран час плюс, двоеточие, плюс минута. Затем увеличивать минуту на 1. Все. Этот nested loop вообще очень мало кода занимает. Очень мало места занимает. Мало количество кода написано. Запускаем. Смотрим. Получилось то же самое. Output 0, 0, 0, 1, 0, 59, потом 1, 0, 1, 59, потом 2, 0. До каких пор? До 23, 59. Что я сделал? Значит, давайте заглавим. Outer. Давайте большими буквами напишем. Это outer loop, это inner loop. Вот так. Как работает этот loop? Час равен нулю. 0 меньше 24. Да. Минута равна нулю. Залезаем в loop while. 0 меньше 60. Да. Вводи на экран 0, 0. Увеличиваем минуту на 1. 1 меньше 60. Да. Вводи на экран 0, 1. И так далее. То есть, вся логика неизменна. Значит, 1 iteration, 1 повторение outer loop заставляет внутренний loop полностью обработаться. Потом внутренний loop опять полностью обрабатывать. На втором iteration outer loop и так далее, пока все iteration outer loop не закончатся. Следует отметить, что, давайте вернемся в программу Тест 9. Break statement и continue statement здесь работают точно так же. Допустим, в inner loop я мог написать следующий statement. If минута равна 20, continue, допустим, outer. Давайте запустим Shift F6 и смотрим на output. Смотрите, что происходит. Этот луп, этот nested loop, работает бесконечно. Почему я сейчас объясню. Что подразумевает под собой continue statement? Он дает команду заканчивай с данным итерейшеном outer loop и переходи на следующий. То есть, сначала час у нас был равен нулю, минута равна нулю. Выводилось на экран 0, 0, 0, 1, 0, 2 и так далее. Вот смотрим output. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Когда становилось 0, 19, вывелось на экран 0, 19. Потом минута увеличилась на единицу и стала равным 20. В этом случае, condition if a statement стал равен true. И continue outer тут написано. Что означает в данном контексте continue outer? Мы должны перейти на следующий итерейшен. Курсер становится вот сюда. Начинается новый итерейшен outer loop. В самое начало do. Что здесь происходит? Инт минута опять равна нулю. И начинается заново работа всего того же самого. 0 меньше 60, да. Тогда выводи на экран 0, 0. Почему 0, 0? Потому что час не увеличился на единицу. Час увеличивается на единицу в конце do while loop. Поэтому этот процесс будет происходить бесконечно. Час всегда будет равен нулю. Минута от нуля до 19. И бесконечно будет выводиться вот это на экран. Если мы перенесем это условие увеличения часа вот сюда. И изначально час напишем, что час равен минус единице. Что получится? Час равен минус единице. Заходим в этот loop. Увеличили час на единицу и час стал равен нулю. Инт минута 0. 0 меньше 60, да. 0, 0 вывелся на экран. Увеличилась минута на 1. Будет выводиться на экран 0, 1, 0, 2. Когда минута станет равна 20. Continue author переведет курсор вот сюда. Час увеличится на единицу. В этом случае уже перемена час будет увеличиваться. И у нас в один прекрасный момент смотрите, что получится. Shift-F6 у нас выведутся на экран часы не до 24, а включая 24. Почему так происходит? Потому что loop do while сначала будет выводить на экран, а потом он проверит на самом ли деле час меньше 24. То есть в данном случае опять-таки do while loop не очень успешен. Если, допустим, я заменю здесь continue statement на break, что у нас получится? Shift-F6. После вывода на экран 0, 0, 0, 1 до 0, 19, минута приравняется к 20, и outer loop закончится. Соответственно, inner loop, который находится внутри outer loop, тоже прекращает работу. Этими примерами я просто-напросто хотел показать вам, что continue и break statement абсолютно так же работают в циклах while и в цикле do while. Единственный момент, на который очень пристально нужно обращать внимание, где в цикле do while стоит вот этот update statement. Если он стоит в конце do while, то если вы используете continue, у вас цикл будет бесконечным. Это относится не только к do while циклу, но, естественно, то же самое относится и к циклу while тоже. Всегда обращайте внимание на то, где стоит update statement. Поэтому, когда вы будете писать код или смотреть на код при сдаче экзамена, всегда старайтесь степ-бай-степ, шаг за шагом, проанализировать работу цикла или циклов. И тогда вы без проблем обнаружите infinite loop перед вами или нет. Вернемся к презентации. Вот такой тест я предлагаю вам рассмотреть. У нас класс тест и метод main. Внутри метода main есть do while statement. int a равен 5, system out print, a++. Вот этот плюс – это знак конкатенации. Давайте небольшую паузу сделайте и подумайте, как по вашему, какой будет ответ. Ответ будет следующим. Compile time error at line while a меньше равен 15. Такие тесты на экзамене очень часто попадаются. И сдающий экзамен очень много времени начинает тратить на, вот как я до этого сказал, степ-бай-степ анализ этого лупа. То есть он думает, a равен 5, здесь a вывелось на экран 5, потом a увеличилось на 6, 6 меньше или равен 5, да, но здесь a опять стал равен внутри лупа 5, опять вывелось на экран 6, неужели это бесконечный луп и так далее. А ответ очень часто кроется на поверхности. Посмотрите, переменная int a была объявлена внутри do while лупа, и поэтому она видна только внутри вот этих фигурных скобок, между этими фигурными скобками, только внутри тела цикла do while. А вот этот while condition, он не относится к телу do while лупа, и поэтому здесь a просто-напросто не видна. Поэтому compile time error. Компилятор говорит, я не знаю, что это за a переменная. Будьте внимательны всегда в таких тестах. Теперь давайте подведем итоги сегодняшнего занятия. Мы познакомились с вами с while loop, и познакомились с do while loop. Отличие между ними в том, что do while loop всегда как минимум один раз будет осуществлять тело цикла. While loop может вообще не осуществлять тело цикла. Мы поговорили о том, что break и continuous statement и nested loop мало чем отличаются от пройденных на прошлом уроке break, continue, nested loop для loop for. Также мы с вами рассмотрели unreachable statement и отметили, что в do while, а в привычном для нас смысле unreachable statement быть не может. Потому что, еще раз повторюсь, как минимум один раз тело цикла выполняется. Домашнее задание. Вам необходимо будет переписать домашнее задание из урока 14 так, чтобы outer и inner циклы представляли собой while loop, а middle цикл представлял собой do while loop. Я желаю вам удачно справиться с домашним заданием. До скорой встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok